Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс программа Тупладгалии. Я Лариса Кириллова и как всегда в это время мы обсуждаем события, которые актуальны для нашей страны и в частности нашего города. И сегодня поговорим о COVID-19. В частности, поговорим о том, насколько эффективны принимаемые эпидемиологические меры и каковы прогнозы эпидемиологов на ближайшие полгода, если мы говорим о распространении коронавируса в Латвии. И я представляю своего гостя. Это эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Лариса Саврасова. Добрый вечер, госпожа Саврасова! Здравствуйте! Но по традиции начинаем нашу программу с обзора новостей. В списке необходимо подать в избирательные комиссии конкретного самоуправления. Несомненно, предстоящие муниципальные выборы станут одними из самых необычных в истории Латвии. Во-первых, в условиях действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации сама предвыборная кампания будет иной, поскольку запрет на проведение массовых мероприятий пока еще в Латвии никто не отменял. Во-вторых, до сих пор еще неизвестно, в каком режиме будут работать избирательные участки и что будет с предварительным голосованием. На данный момент провизоры есть такой вариант, что участок надо будет 4 квадратных метра на человека, с учетом комиссии всех. То есть, скорее всего, это будет так, что в участок сможет прийти один-два человека одновременно проголосовать, да? Ну, а остальным придется, ну, ждать. Будет предварительное голосование продлено в понедельник, будет это в той неделе, это уже будет понедельник предварительное голосование, потом с четверг, пятницу, ну и субботу, ну, до восьми. Обычно было до десяти в самом управлении, сейчас закон поменялся до восьми. И еще одно новшество предстоящих муниципальных выборов заключается в следующем. Каждый избиратель сможет проголосовать на том участке, который выберет сам. В электронном же формате отдать свой голос за ту или иную партию политика возможности не будет. Госпожа Кокина, сегодня один из главных вопросов, а не перенесут ли выборы? У вас есть информация по этому? Ну, пока нет такой информации. Но это все будет зависеть от решения СПКО и как будет COVID. Мы на этом слизи, я думаю, на данный момент никакого такого решения нет. Как правило, избирательные списки поддаются в последние дни отведенного срока. Ну да, ГУПСКО избирательная комиссия уже в первый день зарегистрировала два избирательных списка. В прошлые выборы в первый день было даже три списка. Ага. А в этот день что у нас с этим днем? А в этот у нас два списка. МОУСА партия, Олсанский институт демократовская партия. Уже мы просмотрели комиссию ВЛШ и регистрируем эти списки. Уже регистрируемые. Следует отметить, что с учетом новой административно-территориальной реформы, которая вступит в силу с 1 июля этого года, в этом году жители Дауговского и Илудского краев будут избирать депутатский корпус Аугшдаугского края. Единственное самоуправление, в котором выборы в этом году не состоятся, это Рига. В столице внеочередные выборы в муниципалитет прошли в 2020 году. И новый созыв столичных депутатов будет работать включительно до 2025 года. Поручить исполнительному директору городской думы, держателю капитала муниципальных предприятий Сабини Шнепсте, оценить деятельность Совета Дагопол-Силтум-Текли и руководителя предприятия Олеся Душкевич, а также направить все материалы по проекту строительства новой котельной на ТЭЦ-3 в госконтроль. Таково промежуточное решение депутатов самоуправления в вопросе потери теплосетями 5,2 млн евро европейского финансирования, выделенного ранее Дагопол-Силтум-Текли на реализацию масштабного проекта, общей стоимостью 14 млн евро. Напомним, 12 марта Центральное агентство по финансовым договорам приняло решение о лишении Дагопол-Силтум-Текли более 5 млн евро. Это европейское финансирование, выделенное теплосетям на реализацию проекта по строительству котельной щепи. Таким образом, то, о чем неоднократно предупреждало руководство самоуправления Дагопол-Силтум-Текли, произошло. Раскошелиться придется уже горожанам. О ходе реализации проекта и что стало причиной потери Дагопол-Силтум-Текли европейского финансирования, смотрите в Большом пятничном репортаже программы «Итоги недели». В Дагопе состартовала традиционная весенняя уборка городской инфраструктуры, которая проводится силами предприятия «СпецАТУ». В настоящий момент с применением специальной техники уже ведется очистка дорог от пыли и песка, скопившегося после подсыпки проезжей части и тротуара в зимний период. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы с наступлением теплой погоды улицы радовали глаз, а пыль не подымалась из-за порывов ветра. Большие уборочные машины задействованы на городских дорогах, в то время как малая техника занимается уборкой тротуаров. Работы ведутся во всех частях города, хотя центр Дагопе состараются провести в порядок как можно быстрее. Согласно договору, убирать проезжие части необходимо 5-6 раз в сезон или примерно раз в месяц, но учитывая погодные условия и другие факторы, это число может меняться. Столько же раз необходимо проводить и уборку газонов. Для удобства участников транспортного движения спецтехника начинает работать с самого раннего утра. Стоит отметить, что в Дагопе со есть отдельные места, где подсыпание дорожек в зимнее время происходит не песком и солью, а гранитной крошкой. Это променады в стропах и на улице Бругю. Все это связано с близостью водоемов, чтобы таким образом предотвратить попадание смесей в воду. Данные зоны отдыха уже очищены от мелкой фракции. Отдельное внимание с наступлением теплой погоды уделяется остановкам общественного транспорта. Хотя они убираются круглый год, именно после ухода холодов становится возможно мытье автобусных и трамвайных павильонов. К сожалению, даже с помощью водяной струи и моющих средств не всегда можно убрать клей или краску, оставшуюся после размещения рекламы и объявлений, а также хулиганские надписи. Предприятие спец-АТУ просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с актуальной уборкой улиц. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы. В настоящее время Даугупилс является одним из городов Латвии, в котором тариф на тепловую энергию является одним из самых низких в стране. Сейчас он составляет 42 евро 60 евроцентов за мегаватт-час. Данный тариф в рамках действующего договора между теплосетями «Латвия с газом» действует включительно до 30 апреля текущего года. Поэтому в повестке дня муниципального предприятия и самоуправления весьма актуальным является вопрос о заключении нового договора. Как сообщила руководитель теплосети Алиси Душкевич, ими был проведен конкурс на поставку природного газа. Участие в нем приняли 5 претендентов. И даже если победителем в конкурсе объявить компанию, предложившую самую низкую цены на поставку голубого топлива, то тариф на тепловую энергию все равно повысится до 49 евро за мегаватт-час. Поэтому точку в этом вопросе ставить рано. И переговоры с потенциальными поставщиками продолжаются. Всем претендентам предложено оценить три предложенные нами варианта решения вопроса на краткосрочный период, то есть заключить договор на поставку газа на один или три месяца, или же на весь год. На 24 марта создано неочередное заседание Совета теплосетей. Узнаем их мнение. Но дискутировать по данному вопросу можно будет только тогда, когда узнаем предлагаемые претендентами цены на поставку газа. А это произойдет не раньше 24 марта. Главной причиной повышения тарифа является повышение стоимости на природный газ примерно на 15%. Каждый год в Даугупелсе работают летние лагеря, организованные молодежным отделом городской думы. Этим летом, несмотря на чрезвычайную ситуацию, также планируются дневные и круглосуточные лагеря для ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Первая регистрация начнется 20 марта в 10.00. В общей сложности будет 19 лагерей, у каждого из которых своя тематика и длительность. Дети смогут заниматься спортом, узнавать много нового о здоровом образе жизни и природе, изучать робототехнику и законы физики, интересно и познавательно проводить время в веселой компании. С полным списком и описанием лагерей можно знакомиться на сайте молодежного отдела. Программа каждого лагеря рассчитана на определенную возрастную группу, поэтому перед регистрацией обратите внимание на то, достигнет ли ваш ребенок нужного возраста к первому дню смены. Учитывая нынешнюю ситуацию, программы по сравнению с предыдущими годами немного изменились. Будет больше экскурсий за городом и больше времени планируется проводить на свежем воздухе. Возможно также изменения в программе и датах проведения лагерей, если этого потребуют актуальные эпидемиологические нормы. На домашней странице указаны даты проведения лагерей, но в случае, если вдруг поступят какие-то распоряжения от правительства, связанные с чрезвычайной ситуацией, эти даты могут измениться. Поэтому следите за информацией. То же касается и экскурсий, указанных в программах. В случае форс-мажора, если, например, будет невозможно провести запланированную экскурсию в музей или в каком-то другом месте, ее заменят на другую, которая будет соответствовать актуальным требованиям. Поэтому не стоит волноваться, если в силу каких-то причин планировалась поездка в Юрмалу, а в итоге отправились, например, в Венспилс. Все будет спланировано, исходя из интересов ребят. Так же, как и в прошлом году, у ребят из многодетных семей будет преимущество при регистрации. В каждом из 19 лагерей для них будет зарезервировано 7 мест. Регистрация для многодетных семей начнется 20 марта в 10.00 и продлится до 26 марта включительно. Она будет проходить на домашней странице молодежного отдела в разделе «Лагеря». Если вы уже открывали эту анкету раньше, в 10 часов перезагрузите страницу, чтобы появилась кнопка «Отправить заявку» или «Сутой петой куму». Во время регистрации можно будет выбрать до трех лагерей в каждый летний месяц. Но учитывайте, что если вы хотите попасть в конкретный лагерь, выбирайте только его. Если зарегистрируетесь сразу в трех, попадете туда, где будут свободные места. Из списков остальных лагерей вас автоматически удалят и не поставят в очередь на ожидание. Для остальных ребят регистрация начнется 3 апреля в 10.00. Многодетные семьи также могут регистрироваться с 3 апреля, но в таком случае приоритета у них не будет. Плата за лагерь зависит от количества дней того, дневной это лагерь или круглосуточный. Для детей из малообеспеченных и малоимущих семей она будет значительно меньше, так как социальная служба покрывает расходы на питание. Чтобы воспользоваться такой возможностью, при подписании договора нужно будет приложить справку о наличии статуса. Сейчас, во время регистрации, никакие справки не нужны. Дополнительную информацию можно получить в молодежном отделе. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Давгуповской городской думы. Говоря о непредсказуемости и нестабильности коронавируса, эпидемиологи вновь оказались правы. После относительного затишья за прошедшие сутки в Латвии было констатировано 818 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 12 человек, которые входили в возрастные группы от 60 до 99 лет. В Давгуповсе за двое последних суток выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом, в Давгуповском крае – 9. В общей сложности с начала пандемии в Давгуповсе было зарегистрировано 7 721 случаев COVID-19, в Давгуповском крае – 1 272. В настоящее время распространение британского штамма COVID-19 составляет в Латвии 20-25% от общего числа случаев заболеваний. И, как отмечают специалисты, британский штамм уже стал доминирующим в Латвии, хотя он только набирает свою силу. Всего же в Латвии с начала эпидемии COVID-19 заразились 95 420 человек. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, как скоро жители Латвии смогут вернуться к прежнему образу жизни? Об этом смотрите сразу после новостей в большом интервью с эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний Ларисой Саврасовой. Итак, продолжаем говорить о COVID-19. Как известно, наша страна продолжает жить в условиях эпидемиологической ситуации. Госпожа Саврасова, на сегодняшний день, какова вообще действительно ситуация в нашей стране? Что с COVID-19? Заболевание снижается, количество заболеваний или увеличивается, или мы пока стабильны, ни туда, ни сюда. Вот что происходит? Здесь я хотела бы сказать, что число людей, инфицированных COVID-19 в Латвии медленно сокращается. И мы очень-очень постепенно и не такими робкими шагами приближаемся к не такой стабилизации ситуации. Например, заболеваемость у нас снизилась на 17% и в среднем выявляется около 500 новых инфицированных в день. Но также хотела отметить, что Латгалия у нас продолжает являться лидером по заболеваемости и по зарегистрированным случаям COVID-инфекции. Хотела еще отметить, что снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Латвии, но опять же Латгалия, несмотря на это, все равно является лидером в количестве зарегистрированных случаев. По поводу снижения заболеваемости во всех регионах, здесь я хочу отметить, что мы думаем, что это является результатом ранее введенных эпидемиологических мер безопасности. Но это снижение пока еще такое незначительное и такое нестабильное, а также беря во внимание обнаружение и распространение новых штаммов COVID-19, мы считаем, что еще рано и эпидемиологическая ситуация не позволяет принимать поспешных решений и говорить вообще о снижении мер предосторожности. Мы считаем, что сокращение мер предосторожности может привести к быстрому увеличению заболеваний. Скажите, пожалуйста, вы упомянули цифру 500. 500 в день – это все-таки много или с учетом предыдущей информации мало? Много или мало, вы знаете, это еще сложно сказать, но хочу напомнить, что тогда, когда в начале года мы фиксировали более тысячи заболеваний в день, в сутки, то вы сами понимаете, что по сравнению с этим количеством снижения в половину – это достаточно такой весомый показатель. Но также мы считаем, что сокращение мер эпидемиологической предосторожности может привести к быстрому увеличению заболеваемости, поэтому пока рано еще говорить о снижении мер ограничений, да? Да, предосторожности, да. А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что Латгаля по-прежнему на первом месте, мы лидеры по числу заболевших. На ваш взгляд, с чем это связано? Может быть, обследование в Латгале и больше происходит, тестируются людей больше, и, соответственно, чем больше мы тестируем, тем вероятнее и больше возможности того, что мы найдем позитивный результат. Да, но с одной стороны, лучше найти, нежели это скрытое заболевание будет проходить в неизвестности где-то, да, и человек будет носителем, по большому счету, этой болезни. Ну и сам будет не знать, и, соответственно, будет перемещаться так, как он считает нужным, что продолжит распространение инфекции. Смотрите, ну, Латвия живет с коронавирусом практически уже чуть больше года. Вот спустя этот год, что нового мы узнали об этом заболевании? Как-то мы больше знаем о его симптоматике, мы больше знаем, о какие последствия он оставляет. Или она по-прежнему, этот коронавирус, для нас загадка? Ну как же, ну, не совсем загадка. Ну, он достаточно хитрый вирус, такого типа химера, что ли. Мы продолжаем узнавать новые и новые подробности. Например, сейчас новые штаммы появились, штаммы из Великобритании. Ну, например, если мы сравниваем с гриппом, ну, это уже известно, ну, не знаю, может быть, здесь уместно тоже напомнить, что количество смертельных случаев по сравнению с гриппом больше, вирулентность вируса больше. Но, несмотря на это, меры эпиземиологической предосторожности, ну, так же распространены, как на грипп, так же на этот коронавирус. Ну, только что они должны соблюдаться очень, ну, строго. А это правда, что в этом сезоне Латвия гриппом практически не болеет? Ну, это так, эта ниша перекрыта коронавирусом. Есть отдельно зарегистрированные случаи, но по сравнению с прошлыми сезонами гриппа, это, ну, это действительно ничто. Ну, если мы говорим о прогнозах, то эпидемиологи, как вы уже сказали, не советуют снижать меры предосторожности. И, по большому счету, рекомендуют, ну, прожить еще какой-то период, ну, в таких ограниченных условиях. Правильно? Да, да, да. Ну что ж, продолжим говорить об этом буквально через несколько секунд. Несомненно, принимая решения об ограничениях эпидемиологического характера, правительство, ну, основывается на прогнозах эпидемиологов. И какие прогнозы, такие решения. 16 марта Латвия ушла на удаленку. И данное решение, обществом, ну, надо признать, было воспринято неоднозначно. Тем не менее, по мнению специалистов, эти меры являются эффективными. Но все равно, госпожа Саврасова, это все-таки полумеры. Может быть, все-таки Латвия следовала уйти на полный локдаун? Понаходиться на три недели на большом карантине и выйти всем здоровыми и счастливыми? Ну, вы знаете, такие решения принимает правительство. Конечно, все оценивают ситуацию, эпидемиологи рассказывают, высказывают свои мнения. Но определенные решения выдвигает и одобряет правительство. Ну, в этой ситуации было принято такое решение, что с этой недели по возможности перевести работу на удаленный формат детям по возможности не посещать детские дошкольные учреждения. Ну, мы видим, что в детских садах наблюдается повышение заболеваемости. Если мы видим, что во всех возрастных группах заболеваемость постепенно снижается, ну, то про детей мы такое сказать не можем. Ну, что касается эффективности, то увидим через определенное количество времени. Хочу напомнить, что те меры предосторожности, в которых мы жили до 16 марта, дали свои результаты. Но вы видите, через какое количество времени это произошло. Соответственно, о том, что произойдет, когда мы ввели сейчас дистанционную работу и по возможности не посещения детских дошкольных учреждений. Ну, я думаю, мы увидим результат через какое-то время. Главное, чтобы люди соблюдали эти рекомендации. Но все-таки, смотрите, даже в правительстве мнения разделились. Глава Минздрава Даниэль Паулец говорит, что надо было уходить на полный локдаун. Вот эпидемиологи за главу Минздрава или все-таки вы более осторожны в таких оценках? Вот с точки зрения эпидемиологов, надо было закрыть страну на карантин или все-таки, ну, оставить это окошко? Ну, нельзя так сделать, потому что у нас столько мер. Вы подумайте, что вырезать, что нет. У нас столько различных производств, в которых нельзя работать удаленно. Ну, просто не получается это сделать. Ну, поэтому это вообще, ну, это принесло бы совершенно какие-то непоправимые результаты, вероятно. Поэтому говорить о полнейшем локдауне, чтобы вообще все остановилось, я думаю, что, ну, может быть, может быть и не стоит. Принимая какие-то решения, мы всегда смотрим на своих соседей, да? И то, что сегодня происходит в Эстонии, для нас тоже является показательным. В этой связи следующий вопрос. По вашему мнению, когда все-таки Латвия может вернуться к нормальному, ну, своему привычному образу жизни? Ну, сейчас, опять же, сейчас рано об этом пока говорить. Поживем, увидим. Поживем, увидим, как будут люди соблюдать мероприятия, которые были приняты правительством. И посмотрим, как будет вот это последнее решение действовать на, ну, на заболеваемость. Ну, пока рано говорить об этом. Когда, когда. Я не могу сказать, что, скажем, через год в этот день мы все вот вернемся. Или через шесть месяцев, или через три. Это сложно прогнозировать. Как мы помним, в прошлом году летом практически у нас все меры эпидемиологической безопасности были отменены. А что мы видели в исходе лета, когда был огромнейший всплеск заболеваемости? Сегодня в Латвии проходит вакцинация в той или иной мере более или менее активно, да? Но мы понимаем, что вакцина не дает сразу результат, да? Вот через какое время мы можем достигнуть этого иммунитета? Здесь стоит говорить не только об иммунитете, но и о количестве привитого населения. Если мы видим, что происходит сейчас с темпами вакцинации, мы могли прогнозировать количество вакцинируемых в день столько, сколько мы прогнозировали и сколько мы хотим. Но мы видим, как вакцины поступают в Латвию. И то, что производитель обещает, ну, не всегда выполняется в сроке и не в таком количестве, в котором было обещано. Поэтому количество привитых и, соответственно, вакцинированных людей, у которых уровень иммунитета, ну, на определенный этап поднят, то оно не так, не такими темпами идет, как было, как мы надеялись, что будет. Ну что ж, поговорим о ковиде и о его темпах распространения буквально через несколько секунд. Как известно, совершенно недавно в Латвии были зафиксированы новые штаммы коронавируса. Это британские, а в Леппе, ну, активно распространяется уганский штамм. Госпожа Саврасова, можно сказать об этих штаммах, насколько они агрессивны, заразны, насколько велико их, ну, распространение их по территории всей Латвии. Мы знаем, что британский штамм пришел в Латгалю, уганский штамм, вот я уже сказала, в Леппе. Что будет дальше? Ну, хочу сказать, что в настоящее время новые штаммы изучаются все еще, но с ними такая проблема, что произошедшая мутация позволяет генетическому материалу свободнее и быстрее проникать в организм хозяина, что, соответственно, увеличивает возможность инфицирования. Ну, вот, например, британский штамм изучен больше, и его инфекциозность примерно 50-70%, и он более распространен среди детей. Ну, у нас на данный момент есть информация о семи случаях заболевания, когда путем секвенирования образцов выруса были выявлены штаммы из Уганды. Особенности этого штамма, ууганского штамма, пока еще изучаются, но еще хочу напомнить, что, несмотря на новые штаммы, есть и хорошая новость. Она заключается в том, что это все еще та же болезнь COVID-19, и все меры эпидемиологической безопасности, которые были приняты ранее, распространяются и на них, на эти штаммы, ну и, соответственно, на эту болезнь. Ну и здесь я бы хотела напомнить, что меры эпидемиологической безопасности остаются прежними. Это работать максимально удаленно, соблюдать физическую дистанцию в общественных местах, правильно носить маску, прикрывая как рот, так и нос, и, ну, по возможности не встречаться с людьми мне дома. Ну и хочу напомнить, что чаще всего заражение происходит среди самых близких людей, это членов семьи на работе, ну а также между друзьями, знакомыми. А есть информация, вот прививки, они, скажем так, годятся и для британского штамма, и для ууганского штамма, вот то, что нам сегодня предлагают? Ну, производители, производители говорят, да, что штамм британский, да, он как бы покрывается этими прививками, но я думаю, что лучше на этот вопрос ответят производители вакцин. Из всего этого разговора я делаю один вывод, что расслабляться жителям страны еще рано, что, несмотря на то, что показатели заболеваемости снижаются, но в любой момент коронавирус может преподнести нам и сюрприз. Я к вам? Да, именно так, именно так, да. Ну что ж, ну вот на этом мы завершаем нашу программу, и хочется вам всем пожелать, телезрители, будьте осторожны, соблюдайте меры эпидемиологической безопасности, даже если вам это и не нравится, и только в этом случае мы сможем побороть коронавирус COVID-19. На этом все, всем хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!